Всем-всем привет, с вами Клеопатра. Меня очень-очень долго просили сделать, наконец-таки, видео по грамотному переходу с ТХ8 на ТХ9, и вот, собственно, руки у меня, наконец-таки, дошли до монтажа. Огромное спасибо Олегу, который мне предоставил данный аккаунт, и по совместительству немножечко фиара моей Академии Дэм Лайт. Хэштег вы видите на экране, и на текущий момент прием Дэм Лайт от ТХ7 до ТХ8. Все подробности, конечно, в шапочке и хэштег в описании. Ну что ж, у нас есть черненький домик, у нас есть магазин, где очень много всего. Давайте посмотрим, что на текущий момент мы можем приобрести, и с чего же тут вообще начать. Ну что ж, во вкладке войска мы видим, что мы можем купить только королеву на ТХ9. Это самая, наверное, минимальная вкладка. Далее переходим на вкладку ресурсы. Здесь различные золотохранилища, эликохранилища и, собственно, сборщики золота и эликсира. И вкладка защита, она самая большая. Здесь открывается довольно много различных строений Дэфа. Открывается также возможность поставить новые ловушки. Об этом всем, конечно, мы поговорим, но чуточку позднее. Глядя на весь этот ассортимент, конечно, как обычно, при переходе на новый ТХ, глаза разбегаются, хочется просто скупить все и сидеть довольным, что вот, я все купила, наконец-таки теперь я полноценная девятка, и можно, в принципе, радоваться жизни и не считать себя уже ТХ8. Однако же это неправильно в корне, почему далее, конечно, также разберем. Если посмотреть на тему переходов с одной ратуши на другой, то, в принципе, каждый переход с любого ТХ имеет определенные особенности, которые повторяются из раза в раз. К примеру, нам с вами нужно обязательно улучшить крепость клана до пятого левла, потому что пять лишних мест действительно помогут вам не только при атаках на КВ, но еще и на фарме. По той же самой причине я ставлю на военный лагерь, потому что, опять-таки, пять лишних единиц войск на дороге не валяются, и зачастую буквально пару лучниц не хватает, чтобы добить домики по краям и принести себе трешку. Точно так же мы улучшаем фабрику заклинаний, ибо вы почувствуете действительно существенную разницу не от того, что вы открыли джамп или фрис, а от того, что у вас стало гораздо больше банок, потому что на ТХ8 у нас с вами три банки плюс одна маленькая, на ТХ9 уже целых четыре, и это действительно значительно. Далее было бы отлично улучшить фабрику темных заклинаний, но мы видим, что не хватает ресурсов. Однако же Олег здесь очень хорошо подготовился, за что ему отдельное спасибо, и собрал не только фуловые себе ресы на самой базе, но еще позаботился о ресах клан Касли. Поэтому мы спокойно идем в КК, забираем оттуда оставшиеся ресурсы и ставим фабрику темных заклинаний также на ап. Соответственно, у нас теперь остался только один свободный раб, и нужно придумать, чем же занять его. Последнего строителя мы с вами напряжем по полной и используем вообще всю его мощь, хотя, конечно, строителей мощь звучит довольно забавно. Так вот, отправляемся с вами в магазин, в раздел войска. Как вы помните, нам на ТХ9 теперь доступна королева, у которой нет времени постройки. Соответственно, мы можем ее спокойненько поставить и еще успеть вложить ресурсы во что-то другое. К вину, конечно, обязательно нужно ставить на ТХ9, потому что это лишняя помощь, это лишний саппорт. Пускай пока что на первого левла, но вы довольно быстро ее прокачаете, как минимум до 10 уровня, и она будет вам действительно помогать. Ну что ж, у нас снова свободен один строитель, и мы с вами опять отправляемся в магазин. Что же мы еще забыли? А забыли мы с вами зайти в раздел защита и прокрутить до самого конца, там, где находятся ловушки. Ловушки не дадут сильного веса вашей базе, то есть если вы поставите ловушки, которые строятся вот как раз-таки без времени себе на девяточку, то вы не будете сразу славливать на КВ, либо в глобуле фуловой девятки, такого не будет. Однако же вот эти мелкие, такие тонкости мелкие, вот эти ловушки, те же самые мины воздушного поиска, которые по сути убьют шары, которые покалечат довольно сильно драконов и лавы, вам помогут и действительно сделают небольшой саппорт для вашей базы, для ее обороны. Ну что ж, на текущий момент мы все купили в магазине, и нам нужно далее куда-то пристроить нашего последнего строителя. Мы видим, что у нас очень много золота, и понимая, что золото будет дальше копиться, к следующему разу, когда освободятся строители, разумно вложить это золото в улучшение забора, потому что иначе оно просто прогорит, так как за золото на текущий момент ничего не нужно улучшать, а все улучшения за золото будут произведены в дальнейшем. Ну и, соответственно, далее у нас остается не очень много эликсира и довольно много дарка. И, наверное, вы уже догадываетесь о том, что, конечно же, стоит положить королеву на, потому что с этим делом тянуть не надо, королева довольно быстро апается на первых левлах, и действительно будет каждый раз, вы будете чувствовать, как она каждый раз вам помогает и улучшает, в принципе, результаты ваших атак. Ну что ж, на текущий момент у нас все строители заняты, пройдет какое-то время, они освободятся, и мы с вами посмотрим, что нам нужно делать дальше. Прошло несколько дней, у нас освободились некоторые строители, Олег за это время накопил еще ресурсов, и давайте смотреть, что же нам осталось сделать теперь. Наверное, вы уже заметили, что у нас королева стоит третьего левла, да-да, Олег не сидел на месте, и пока я не снимала. Какое-то время он успел уже прокачать королеву даже на третий левел. Смело кладем ее на четвертый, чем быстрее она у нас апнется, тем будет лучше. Далее мы с вами смотрим на нашу лабораторию и понимаем, что, по сути, нам нечего улучшать, потому что лаба у нас стоит от ТХ-8. Поэтому, конечно же, мы ставим лабораторию на апн, так как улучшение войск это обязательно то, что нам нужно буквально с первых дней перехода на ТХ-9. И далее мы видим, что у нас очень много эликсира, поэтому также ставим еще один лагерь для увеличения мест, и опять-таки, чем быстрее мы поставим все лагеря на апн, тем быстрее мы сможем играть более полноценной армии. У нас будет больше места, следовательно, будет влезать гораздо больше юнитов. Прошло еще несколько дней, у нас снова освободились строители, и на текущий момент мы видим, что у нас апнуто уже несколько лагерей, у нас есть клан-касл полноценный, и, соответственно, мы продолжаем апать наши лагеря уже до 220 мест на ТХ-9. Тем более, что количество эликсира нам это позволяет, так что на текущий момент мы поставили на ап уже все 4 лагеря, и у нас уже будет максимальное количество войск, которые допустимы на ТХ-9. Параллельно с этим мы забираем еще немножечко эликсира, смотрим, что же мы можем на текущий момент апнуть, на что у нас еще хватает денег, и далее понимаем, что по сути не на что, потому что дальше уже расходятся варианты того, что можно открывать, можно поставить темную казарму, да, видим, здесь не хватает 750 тысяч, можно поставить, например, обычную казарму за 3 миллиона до мини-дракончиков, либо же можно посмотреть, что у нас еще на текущий момент доступно, а на текущий момент у нас доступно улучшение фабрики темных заклинаний до скелетного заклинания. Здесь на самом деле выбор только за вами, что вам нужно, что вы хотите развивать, чем дальше играть, но я бы все-таки советовала качать темную казарму, потому что на ТХ-9 желательно как можно быстрее открыть лав, так как они вам помогут при атаках воздухом. Вот так выглядит грамотный переход на ТХ-9, надеюсь, что это видео было для вас полезно, если да, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и еще раз отдельное спасибо Олегу за предоставление аккаунта. Всем хороших вон, пока-пока!